Девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и сегодня я вам расскажу, точнее отвечу на ваши вопросы по поводу BB и CC тональных средств. Когда я спрашиваю на вебинарах у девушек, скажите, пожалуйста, каким тональным средством вы пользуетесь? Некоторые отвечают, я не пользуюсь тональным кремом, я пользуюсь BB или CC. Так вот, BB и CC это тональные средства, просто это, скажем так, умные тональные средства, это уже современные технологии, которые позволяют не просто замаскировать, но еще плюс откорректировать проблему или дополнительный уход за кожей. То есть декоративная косметика, она просто совершенствуется, эволюционирует, и поэтому есть уже такие средства, которые могут заменить и крем по уходу за кожей, и тональный, то есть в одном флаконе. В общем-то, мы можем сами тоже с вами создать BB или CC средства. Значит, более подробно, BB переводится как Beauty Booster или Beauty Balsam, то есть это тональный крем, который переводится как бальзам красоты. Чаще всего в состав этого средства будет ходить достаточно большой перечень пигментов или ингредиентов, точнее и ингредиентов, которые будут хорошо восстанавливать кожу и при этом давать тонирующий эффект. BB тональные средства, они также могут разделяться для разного типа кожи. То есть, например, если кожа склонная к жирности, комбинированная, и вам нужно средство, которое будет достаточно тоненькое, легкое, которое не будет создавать какое-то ощущение, то что есть тональный крем на лице, но при этом будет матировать кожу и создавать такой совершенный ухоженный вид. Поэтому есть BB средства, которые будут с матирующим финишем. В чем еще особенность BB? В том, что эти тональные средства, они очень и очень тонкие по нанесению. В принципе, сейчас вообще, даже если мы возьмем просто тональный крем, очень много предлагается на рынке, опять же, это современные технологии, что они с очень хорошей покрывающей способностью, но при этом они тоненькие, то есть нет такого плотного слоя. И также есть эти BB средства, которые для кожи склонны к сухости, обезвоженной, чувствительной. То есть будет этот бьюти-бальзам с достаточно таким насыщенным составом, с маслами, что вы когда наносите на сухую кожу, у вас кожа просто моментально как глоток воды выпила и выглядит увлажненной и сияющей. Поэтому как определить, какой из них будет пудровой для комбинированной кожи, а какой бьюти-бальзам будет для сухой кожи, бывает на упаковке. Действительно, девочки, вы просто не найдете вот это описание, все зависит от бренда. Поэтому, конечно, желательно тестировать. Тестировать на финише. На финише это вы наносите средства, растушевываете. Кстати, у меня есть на моем канале YouTube ролик, где я рассказываю про финиш, что это такое. Растушевали и смотрите, есть ли ощущение, как будто бы после растушевки появилась припудренность. Это матовый финиш. Если вы растушевали и средство такое, может быть даже, как будто бы немножечко, ну не липкое, но ощущение влаги, может быть даже как масло, то это тональное средство. Бьюти-бальзам будет очень хорошо для сухой, обезвоженной кожи, чувствительной кожи. Что касается CC средства, это тоже тональный крем, только переводится он как color correction, то есть корректор цвета. Этот тональный крем тот, который адаптируется под вашу кожу и параллельно еще решает какой-то цветовой нюанс. Например, у меня кожа склонная к красноте, и я бы хотела, чтобы тональный крем решал эту проблему, чтобы не надо было наносить одно, второе, третье средства или плотный тональный крем для того, чтобы замаскировать красноту. Поэтому CC, color correction, это тональный крем, который, когда вы выдавливаете, он может быть, например, зелененький, но когда вы его растушевываете, он становится под цвет вашей кожи, то есть такой умный тональный крем. И вот есть эти CC средства, как правило, в большей степени на рынке будет представлено с зеленым пигментом, то есть для решения красноты лица, или с фиолетовым пигментом, то есть для решения пигментации веснушек, или желтоватой коричневого цвета кожи, чтобы создать эффект фарфоровой кожи. Поэтому, если у вас есть такая проблема, или желтизна, коричневый пигмент, пигментация, веснушки, то вы будете выбирать CC, например, вот такого фиолетового цвета, а если у вас есть проблема с краснотой, то вы выберете тональный крем, который будет решать проблему красноты. Вы знаете, и еще можно самим сделать CC крем, а еще можно самим сделать BB крем, то есть вы берете свой тональный крем, который вы используете, и, например, сейчас вам кажется, что он плотноват, что он какой-то вот хочется полегче, да, что прям как вот бальзам, а не тональный крем. Вы берете тональный крем свой, берете крем по уходу за кожей, который вы используете, и смешиваете, и у вас получается более легкая, невесомая текстура, при этом все равно будут тонирующие действия от тонального крема, но не будет такой плотности. Вот и бьюти бальзам. Вы можете также взять, например, допустим, если есть проблема красноты, я очень много раз рассказывала про зеленую базу, которая прекрасно справляется с проблемами красноты, то есть обычно сначала наносится она на лицо, а потом уже тональный крем. Вы можете взять, опять же, ваш тональный крем, смешать с базой, и у вас получится свой си-си. Вот таким вот образом вы можете сделать си-си крем самостоятельно, или, конечно, купить уже готовый продукт. Я надеюсь, это видео было полезно. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч!